Доброе утро! В эфире программа ЗОЖ и я ее ведущая Надежда Нечанова. А у нас в студии гость, эксперт, доктор-хирург Алексей Агалаков. Он является специалистом по биохакингу, и сегодня мы как раз попробуем это понятие раскрыть, что оно в себя включает, почему это такой тренд, который набирает популярность, и скоро уже люди будут к этому прислушиваться и какие-то методики использовать для поддержания своего здоровья. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Расскажите, что такое биохакинг? Биохакинг – такое интересное слово, которое пришло к нам из-за рубежа. Но дело в том, что туда оно ушло от нас, из России. Это ЗОЖ – здоровый образ жизни. И вот так получилось, что вот это слово, аббревиатура такая, это биологический хакинг. Хакинг – это, ну, хакер – это, скажем так, взломщик. И вот дословно биохакинг переводится как «это метод, который позволяет взломать устройки, настройки организма, чтобы их усовершенствовать». А настройки организма – это наши генетические коды, это наши биохимические процессы, да, это наши митохондрии, наши циклы Крепса. Это вообще вот так, как на самом деле на уровне, вот именно молекулярном, да, устроен человек. Не так, как мы его видим, да, вот голова, руки, ноги, да, органы какие-то, да, как он устроен, как единое целое. И вот современное состояние общества, да, развитие технологий, они пришли к тому, что мы сейчас можем говорить о том, что, да, человека нужно улучшать. Потому что, по большому счету, его нужно спасать из той окружающей среды, в которой сейчас оказались, вся цивилизация оказалась в очень тяжелом положении из-за экологического вот состояния. – Ну, биохакинг, если рассматривать как взлом организма, звучит довольно-таки угрожающе. Что на самом деле предполагает этот метод? – Это очень… это дословный перевод, мы сказали, да. На самом деле биохакинг – это вообще очень радостное слово. Нужно с оттенком именно такого смысла относиться к нему, что… Потому что этот термин определяет вообще всё. Если ты ведёшь здоровый образ жизни, да, то, ну вот у нас ты просто здоровый человек, а в мире это называется биохакер. Биохакер тот, который… вот. И первые советские биохакеры – это Порфирий Иванов, Геннадий Малахов, Николай Амосов, Николай Бутейко. Помните? – Да. – В дыхании по Бутейко. Николай Амосов – хирург, который 85 лет проводил по тысяче операций ежегодно. – Угу. – Работал в Киеве научно… и в институте сердца, кстати, да, кардиохирург. – Угу. – Вот. – Порфирий Иванов ходил вообще там по снегу, босиком ходил, да, вот обливался и так далее, закаливался. Это первые советские биохакеры. В современном уже контексте вот нашего вот миропонимания вот именно вот это слово. – Угу. – И к этому слову нужно привыкать, но, ещё раз, относимся к нему, очень положительно, потому что это замечательный вариант выхода человечества из состояния вот болезней, лечения, там… – Ну, выход на новый уровень, да. – Выход на новый уровень, да. Выход на новый уровень, качество жизни. – Давайте перечислим, да, какие методы здесь используются. – То есть что включает в себя биохакинг, то есть обычный человек, если он, допустим, начнёт это изучать и как-то практиковать, с чего ему начать или как улучшать своё здоровье, свой организм? – Ну, во-первых, конечно, генетические тесты. У нас есть очень много каких-то ферментопатий, которые обусловлены отсутствием или супрессией какого-то гена. – То есть что-то не работает. – Что это такое? – Что-то не работает, какой-то… Или такого гена нет. Допустим, лактазная недостаточность, да. Человеку такому нельзя, а просто принимать молоко, молочный продукт. У него есть определённый ген. Есть определённый ген, который отвечает, допустим, за выработку с основной поверхности хряща, да, вот, за качественную работу хондроцитов. Соответственно, если этого нет, то у человека есть угроза чему, да, развитию, там, допустим, артроза, то есть кокс-артроза, при сидячем образе жизни. Соответственно, ему, зная вот эти показатели… – Это анализы просто сдаются. – Анализы, конечно, да, генетические тесты можно сдать. И можно ему рекомендовать, допустим, первому, да, вы не кушаете молочные продукты в большом количестве, а второму рекомендовать, а вы делаете гимнастику, суставную, делаете профилактику. То есть посидели, походите, да, вот такие рекомендации можно на основе, это два примера маленьких, да, вот на основе этого вывести. – А перечень каких анализов вообще важно сдать, чтобы понять своё состояние здоровья? – Вообще, вот тут самое интересное, что сейчас, ещё раз говорю, технологии, научные технологии, которые пришли в медицину, они позволяют брать порядка 700 показателей, представляете, да, считывать, вот, и вот это вот… – Неужели это всё нужно? – Вот, поэтому нужны специалисты, которые бы сказали… – Что именно сдать конкретно вам, да. – Да, 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 поэтому есть ещё другие анализы, допустим, обычные биохимические анализы, их называют маркёрами, то есть не обязательно сдавать все 20 пунктов, да, допустим, анализов, как обычно, ну, в бланке бывает 20, всех можно отметить, да, давайте посмотрим у вас вот это, давайте вот это, ну, вы знаете, извините, но это стоит денег, и… а можно сдать три маркёра и по ним сделать выводы о состоянии, там, вот, других остальных, там, 10, 12, 20 и так далее. Вот, поэтому это называется маркёры. То есть по ним можно судить о состоянии здоровья человека, не сдавая большое количество анализов, перечень. То есть мы экономим время, деньги и… – А что это за маркёры? – Предположим, предположим, есть маркёр, прекрасный маркёр состояния нашего, значит, системы кроветворения, да, вот. Мы все знаем, что у нас есть общий анализ крови, гемоглобин, эритроциты, есть показатели. Это входит именно вот такой стандартный набор исследований, называемый общий анализ крови, общий. Дело в том, что он не показывает состояние внутренних органов, потому что есть такое понятие, как депо железа в тканях. Да, в эритроците может быть всё нормально с железом, в плазме, в сыворотке крови может быть всё нормально с железом, а в тканях железа нет. И это, вот этот показатель называется ферритин. Его смотрят, если этот показатель посмотреть, то можно уже предположить, что там уже у человека есть анемия. И вот если он низкий, то это объясняет огромное количество его болезненных состояний, с которыми он может ходить, жаловаться, ну, предъявлять жалобы, как это называется, на медицинском языке, да, вот. Это официальный такой термин, на что вы жалуетесь, да. Он может ходить по разным кабинетам, по разным поликлиникам полгода, год, два года. Ему будут говорить, вы знаете, ну, у вас уже всё хорошо, мы вас вот, ну, ничего не находим, а что мне делать? И вот тут приходит на помощь более такая вот глубокая биохимия, да, которая рассматривает именно маркеры. Если мы видим низкий ферритин, мы принимаем решение, да, дальше уже раскручиваем цепочку. От чего? Может быть, не хватает фолиевой кислоты, может быть, 12, может, меди не хватает. Медь – это транспортная форма железа, чтобы он усваивалось. Здесь просто не только одно железо, как в таблеточках назначают, да, здесь имеет значение. Вот. И поэтому грамотный врач, а такие сейчас стали появляться, вот, которые прошли уже обучение. Есть уже школы, которые в России официально, ну, существующие, загистрированные, которые имеют лицензию на обучение. Сейчас, понимаете, вот чем мы уже живём в миру, в мире технологий, которые связывают нас на больших расстояниях воедино. Согласна. Это называется, все знаете, как, да? Мир на расстоянии. Мир на расстоянии, да. В твоей ладошке в Инстаграм. Слушай, как мы с вами познакомились? Да, мне понравились ваши посты, вам понравились мои, да? Да. И мы с вами через день уже сидим, общаемся, а так мы могли никогда не встретиться, потому что… Согласна. Мы… Это миропонимание. Это Инстаграм. Это интернет-технологии. И этот процесс можно использовать на благо человека, на его улучшение здоровья. Потому что сейчас появились… Мне не нравится это слово «гаджеты», но это так, понимаете? Вот как вы относитесь к слову «гаджеты», так? Так и к биокакингу. Ну, не совсем благозвучное слово, но, перед полом, они есть. Понимаете, это дано. Ну, они уже прижились, люди их используют. А вот сейчас есть такие технологии цифровые, да, когда вот на… Где часы… Фитнес-браслеты, да. Да. А еще есть медицинские браслеты, где уже давление, пульс и даже уровень сахара можно померить. Представляете, какие технологии, да? И передать эту информацию на рост либо твоему лечащему врачу, либо кому-то из твоей семьи. Потому что если… Это особенно важно, ну, друг у тебя на предприятии, да? Вот у меня компания здесь, Кирове Аскамед. Она обслуживала большое количество предприятий, особенно директоров, да? Если он сидит на совещании, и у него там зашкаливает давление, он это может не почувствовать. Но кто-то из его близких, допустим, его супруга, которая хранит его не только очаг, но и его вот здоровье, да, она тут же может позвонить секретарю и сказать, знаете, вы видите Павла Степановича в совещание, дайте ему таблеточку, положите, чтобы он… Ну, понятно, то есть эти способы позволяют управлять более грамотно… И таким образом сохранить ему жизнь, представляете? Да, всё верно. Давайте всё-таки вернёмся к биохакингу. В общем, сдали мы определённые анализы, пришли к специалисту. Как найти таких специалистов? Ну, вот только-только. Вы знаете, в интернете их буквально вот единицы. Вот, потому что… Нет, ну, это… Я говорю, что представлено, да? Потому что сейчас, конечно, есть и центры, которые готовят, я уже назвал, да, допустим, но вот таких центров, которые работают по новым технологиям медицинских, пока ещё не открылось. И вот как раз мы находимся в очень интересном промежутке времени, переломный момент, когда медицина, она сейчас решает, каким путём пойти, понимаете? И Скворцова тоже у нас министр, она приезжала, у нас очень интересная была технология, конференция в Геленджике, биотехмед, это Мантуров устраивал в Кемпинске, и Скворцова приезжала, очень, 600 человек приезжало на эту конференцию, и решали, смотрели, были доклады очень интересные, у меня там тоже был доклад, куда движутся сейчас, какие тренды. Так вот, ЗОЖ, здоровый образ жизни, это тренд, потому что это полностью вписывается в нашу вот концепцию, которую нам устанавливает наш президент, да, развитие общества, куда? Да, пожалуйста, это же здоровье нации, это технологии, которые позволят увеличить в целом экономику страны, да, наполнить её здоровыми людьми. Ну, это всё понятно, безусловно. Мне бы хотелось сейчас каких-то, может быть, конкретных методов, что входит, да, и как бы с чего начать человеку, кто решил улучшить своё состояние здоровья по методу биохакинга. Вот, для начала, мы сказали, что генетические тесты, маркёры, анализы специфические, допустим, на антитела, на антигены. Сейчас смотрят, я прошу прощения, должен сказать, да, вы знаете, и паразиты. Паразиты, потому что паразитология у нас в стране была на самом высоком уровне, но эти низшие формы жизни есть, их тоже нужно вычислять вовремя, да. Вот, есть показатели по сочетаемости продуктов, представляете? Очень просто, какие-то продукты можно просто вместе не класть на тарелку, да, в один приём, разделить их, да, и уже будет улучшение состояния здоровья. Есть технологии по восстановительной медицине, по гимнастике, по зарядкам, по движению. Что такое восстановительная медицина? Как с помощью движения улучшить состояние каких-то органов. Суставов, например. Сейчас же эпидемия, знаете, коксартрозов, суставы меняют. Следующая эпидемия ожидается через примерно 10-15 лет в России. Это эпидемия диабета, представляете? Потому что сейчас уже, ну, практически готовая, да, вот молодёжь уже готова к тому, чтобы встать в эту категорию, да. Что сделать, чтобы не попасть в эту категорию? Изучать этот процесс. Потому что диабет начинается не с того момента, когда поставлен диагноз, да, а с момента, когда началась инсулино-резистентность. Следующий этап – это преддиабет, нарушение толерантности к углеводам. И только потом развивается диабет. И вот эта вся стадия проходит 3-4, а то и 5 лет. Это очень мало симптомов, которые человек, может быть, даже сам не отследит. Потому что это же, ну, как-то постепенно люди привыкают к тому, что у них там увеличивается лишний вес, там, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, вы знаете, я скажу, да, Надежда, что вот в наше советское время в поликлиниках у нас висели плакаты, причём врачи и медсёстры рисовали. Это были вот рукой нарисованы плакаты. Закаляйся на лыжах, гимнастику, почему там кашель происходит. Это всё, это во всей стране. Вот. И люди, которые приходили на приём к врачу, да, в состоянии ожидания, да, они могли почитать, посмотреть и, в принципе, сделать вывод. Вы когда-нибудь видели сейчас плакаты эти? Есть. Есть. Но вы знаете, вот это было массовое явление, да, массовое явление. Люди по утрам бегали в парках, прикладывали лыжни. Мне кажется, сейчас люди тоже к этому постепенно возвращаются. Совершенно верно. Люди и вот этот. Мы отклонились в сторону диванов, уютных этих кресел автомобилей, да, вот этого. То есть, и мы сейчас возвращаемся к тому, чтобы понимать, что здоровье, твоё здоровье, это большая ценность, да, и вообще это твой бизнес. Всё верно. И нужно относиться к этому. Инвестиции в себя. Это инвестиции в себя. А для этого нужно просто понимать, чтобы не остаться вот уже, как говорится, в состоянии, когда, знаете, извините, поезд ушёл. Я хирург, поэтому я знаю, о чём я говорю, да, что болезни – это несколько стадий. Ну, первая, вторая, третья. То есть, проявленная четвёртая, пятая стадия, когда мы делаем операции, мы видим, да, шестая стадия, извините, поезд ушёл, да, а где была тогда вторая, третья, вторая, первая, когда только начиналось. И вот тут мы приходим, приходим, да, к биохакингу, к здоровому образу жизни. Ну, то есть, да, это движение, это свежий воздух, да. И это превентивная медицина. Preventage – превентивная медицина. То, что придёт… Какие методы у превентивной медицины есть? Ранняя диагностика. Ранняя диагностика. Раз. По симптомам. Вот опять же, перейдёмся к жалобам. По одним жалобам можно создать, ну, я называю ещё, опять же, медицинский термин, да. Это не просто жалобы там бабушкам на лавочке, да. Это в медицинском кабинете врач собирает анамнез, грамотный врач. И по одному этому он может заподозрить, что, ой, батенька, тут у вас что-то, что-то не так. Дальше осмотр, да, хороший осмотр. Вот вся эндокринология практически, кажется, на теле человека, да, можно посмотреть, язык, да, посмотреть, да. Локтевые языки было, посмотреть кожные покровы, волосы. Мы можем создать представление о здоровье человека практически без каких-то больших, крупных исследовательских центров, да, без сложной аппаратуры. Вот, потому что вы знаете прекрасно, что даже само УЗИ – это не стопроцентный метод. Я не буду сейчас говорить, какой процент, потому что, ну, он, значит, но, по крайней мере, это не стопроцентов однозначно. И, опять же, мы что видим? Мы видим уже проявленные, да, морфологически проявленные стадии, да, когда уже есть какая-то изменённая форма, вот, ну, какой-то субстрат. А когда его нет, ну, есть болезненное состояние. Причина, которая может быть просто, опять же, дефицит каких-то минералов или витаминов или каких-то питательных веществ, микро-макро-нутриентов. Вот об этом нутрициология сейчас развивается, диетология развивается. Сама эндокринология пошла именно вот в профилактическое направление. О кишечнике сейчас стали говорить. Вот доктор Зубарева, допустим, да, в Инстаграме. Да, это уже все знают в Инстаграм, да. Представляете, да, вот, кишка всему голова оказывается. Второй мозг её называет. Конечно, а мы-то думали, что это никак не связано, понимаете. И вот современный человек именно, он ушёл в ту тупиковый путь, где он никак не связывал своё состояние со своим движением, с питанием, со сном, а сон это выработка мелатонина, да. И он, слава богу, из тупика сейчас выходит. И вот биохакеры, это те, кто показывают, ребята, куда надо идти. Они, конечно, сами себя прокачивают. То есть сами должны быть примером здорового образа жизни, да. Вот. Но, конечно, познать свой организм, можно вообще познать вот болезни, и можно только на самом себе. Поэтому это многие люди, которые пришли через какие-то свои собственные, да, проблемы, ну, вот, решения их проблемы. Я также привожу лыжи с собой, у меня здесь лыжи, я бегаю на лыжах, вот. Где можно, я покажу в тренажёрные залы, где, допустим, я просто бегаю по улице, пусть подумают об этом как-то. Ну, понятно, то есть простые банальные методы движения, но их просто нужно использовать в системе, да. Совершенно верно, да. Это биохакинг, это намного проще, вот, чем, покажется, ещё раз привыкайте к этому слову, потому что это мир наступившего, будущего. А я благодарю за беседу. В студии у нас был Алексей Агалаков, это доктор-хирург и специалист по биохакингу. Спасибо большое. Будьте здоровы и счастливы. Всего доброго, до свидания. ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Возрастное ограничение к приложению Инстаграм 12+.